здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами на канале голос силикона металлина светлана портнова и хочу я с вами сегодня поговорить вот о чем вы наверное знаете уже михаил недавно снимал видеоролики о том какова стоимость жилья у нас тут в нашей силиконом металлине жилья не хватает строится очень много нового жилья но соответственно цены на новое жилье очень высоки как только строится новое жилье уже рент на него такой что я уже не знаю какие нужно иметь зарплаты чтобы быть в состоянии это все оформить и тем не менее сохранились еще пятачки у нас в долине где жилье не такое дорогое и относительно не такое дорогое да для покупки и соответственно для рента одним из таких мест является из полаута это очень маленький городок где-то 15 тысяч домов находится он буквально в соседстве с городом полаута где цены на жилье совершенно сумасшедшие и цен на рент сумасшедшие там квартира может там с одной спальней стоит 45 тысяч вообще легко а две три это там 10 9 тысяч долларов в месяц это вообще не вопрос и вот значит большая такая история что эти два городка соседствуют друг с другом но однако они относятся даже к разным графском к разным каунти и соответственно политика у этих двух каунти немножко разная санта-клара каунти она исторически была бы богаче и туда относятся вот и лос-алтес и маунтин-вью и тот же самый пола-алто и купертино и так далее немножко главная юг саназы тоже это каунти побогаче и в общем она как-то не сильно зацикливается на ценах на жилье и на ценах на ренту и на дома и так далее потому что они получают хорошие доходы когда люди платят property tax а вот санта-мател каунти она немножко победнее и там исторически так сложилось что там было более дешевое жилье людей с меньшим доходом преимущественно то что у нас называются рынок такие пролетариат да и они придерживаются политики то что у нас называется affordable housing это имеется ввиду что человек тратит на жилье не более трети своего инкома у них существует множество всяких программ каким образом они пытаются сдерживать эти цены на жилье но тем не менее даже у них когда строится новые квартирные дома цены на жилье довольно высоки хотя они строят их уж так дешево уже по самому минимальному стандарту вот я хочу сегодня немножко вам рассказать и может быть даже про историю города из полаута этот город появился на карте где-то в начале в конце 40-х начале 50-х годов изначально он начинался таким образом что как вы знаете в америке была сегрегация между белым и черным населением и люди которые приезжали даже такие квалифицированные люди которые приезжали на учебу в стэнфордский университет но были темнокожими они пытались снять жилье в городе полаута и население об этом отказывало то есть вот я читала несколько публикаций на эту тему когда вроде бы образованные люди приезжали учиться а никто не хотел бы сдавать жилье и они вынуждены были селиться вот не в самом местах не самого полаута буквально через дорогу через хайвей городе из полаута а потом мне приезжали знакомые родственники может не такие квалифицированные и короче говоря этот городок стартовал вообще как такая черная зона и поскольку там в целом народ был мало образованные мало квалифицированные там процветал бандитизм вообще что-то не творилось они были связаны с наркотической мафии процветала торговли наркотиками и буквально наверное где-то по моему году 89 из полауты был номер один во всей стране по количеству преступлений криминальных на душу населения мы когда только приехали а приехали мы в 90 году проезжали естественно этот город когда нужно было куда-то там проехать в ту сторону ну жутковатое было зрелище вот очень много черных людей нам сказали если вам даже нужно заправляться там лучше не останавливаться а дотянуть там до соседнего городка потому что мне безопасно проходили годы его это был такой криминальный этот самый пункт населенный в нашей силиконовой долине смотря на то что полиция объединялась пыталась с ним бороться ну как-то там они бороться тем не менее был уровень криминал достаточно высокий что произошло в конце 90-х годов там 98-99 год в калифорнии у нас был интернет бум и цены на жилье тогда взлетели очень сильно и поскольку цены на жилье взлетели то нашему обычному такому скажем так среднестатистическому населению которые не работают в силиконовой долине в хай-техе им пришлось тяжеловато потому что цены на рент выросли и они стали искать места куда бы можно было бы смыться из долины но все-таки находясь в эпицентре и мексиканцы стали продавать свои дома на цены на которые выросли в долине в маунте нью там санта-клари в саннивеле и перебираться в город из палаута и буквально за несколько лет они скупили довольно большое количество недвижимости там и потихоньку город из черного стал превращаться в такой черный мексиканский даже может появились какие-то островитяне то что мы сейчас там наблюдаем криминал по-прежнему процветал немножко сменил свой окрас вот но значит эти банды они сменили ориентацию какую-то я знаю что они были связаны с какими-то а бандами которые торговали наркотиками из мексики то есть они появились свои вороты вот и значит город вот он был уже не столько именно с криминальными разборками разборки были между своими а сколько речь шла о торговле наркотиками ну конечно постреливали если надо потом показать свое там первенство на что-то сейчас происходит та же самая ситуация которая была в конце 90-х цены на рилостей так вздулись что уже теперь идет усилия вытеснение испаноязычного населения из испавалты и туда вот двинулись и мы тоже а это еще обусловлено вот чем что сети испавалты они приняли долгосрочную программу перестройки города а в городе не было даунтауна не было кафешек ресторанов пойти собственно некуда это было чисто такое место где люди приходят и спят и вот в этом стратегическом плане который рассчитан на реализацию до 35 года там предусмотрено строительство симпатичного даунтауна с огромным количеством кафешек с огромным количеством количеством ресторанчиков магазинчиков в общем это конечно очень сильно изменит вид города но уже даже сейчас мы видим хотя программа это долгосрочная мы сейчас видим что идут подвижки в этом направлении уже появляются такие большие застройки и строятся новые дома и все все это становится намного симпатичнее получается значит да и кроме того недалеко здесь буквально в менло парке открыла свой федкотер компания фейсбук недалеко находится google то есть получилось что чисто поскольку исполал находится самым центре силиконовой долины и компьютер очень удобный то это место пользуется повышенным интересом людей смысле сдачи жилья смысле снятия жилья потому что очень удобно и очень удобно доезжать и до и до сан-франциско и до вот такая вот история связанная значит с этим городишком и мы тоже решили в этом городе сделать некоторый инвестиционный проект и прикупили тот небольшой домик значит домик маленький очень где-то 120 квадратных метров он совсем небольшой и я сейчас пытаюсь привести его в некоторое чувство и как-то сделать его более симпатичным потому что он очень старый он был построен в 1946 году и мы сейчас наталкиваемся на очень интересные вещи особенности строительства в 1946 году когда я к сожалению не знаю терминологии на русском языке когда окно вставлялось не в раму а просто вот делать как это вот такая вот непонятно что и туда вставлялась окно теперь если старая окно вынимаешь так это непонятно что вообще непонятно она держится на чем-то или нет но окно же не может опираться на рамы ему нужны какие-то несущие опоры вот мы сейчас собственно говоря этим занимаемся и думаем как теперь туда вставить другие рамы то же самое происходит с дверями то есть у двери нету коробки дверной которую можно было вставить туда и и все а дверь крепится прямо к основанию нас называется стады вот и она крепится прямо к этим стадом и у него нет дверной коробки поэтому сейчас тут в общем-то челлендж чтобы новые двери не оказались намного уже чем стали потому что потому что те самые дверцы были совсем какие-то крошечные и было сложно в них протискиваться ну а также особенностью этого дома является то что там например не было отопления вообще а в спальнях я не знаю как люди жили там 50 лет у нас зимой хоть конечно не заморозки но бывает что зимой опускается температура до 0 градусов по Цельсию а в комнате при этом если не топить будет градусов 10 потому что надо еще учитывать что это очень старый дом и у него изоляции тепловой стенках нету то есть фактически его стенки представляет из себя представляет собой как бы две тоненькие перегородки одна из которых это шитрак а вторая наружная это уже вот деревянная сайдинг да из чего сделан собственно дом этот снаружи а вот поэтому довольно челленджинг это все сделать мест на чердаке там немного чтобы провести централизованное отопление ну вот вот мне говорят что я уже приехала вот и значит вот сейчас мы посмотрим там уже начались строительные работы и уже довольно много чего разбомбили поэтому уже будем смотреть что там получится я помню еще со времен моего детства на даче вот стояли такие вот керамические изоляторы вот такие провода да чуть ли не бумажной оплетки находится вот это как раз то что придется менять в целях пожарной безопасности станды которые держат держат хедер который должен быть здесь не хедер а 2 2 5 4 здесь а хедер обычно какой шипер ну обычно на эту длину где-то 4 6 должен быть я так думаю что это будет хедер а иногда это ставят 4 8 8 да ну да 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 суд не морочиться да а здесь все слабенькое этот стат он держит этот хедер и они этот же стат использовали для для самого же окна то есть обычно еще ставят фрейм для окна ну да а тут фрейма нет просто на стат они палочку сюда прибили и представьте себе что стоит больше 50 инспектор закрывает глаза и идёт дальше ну посмотрим что инспектор скажет это еще неизвестно да да бы уже хотелось бы чтобы они закрыли глаза да ну хорошо спасибо 36 значит будет будет 33 33 я вижу ну 33 не стандартная давайте 32 значит 32 может быть 30 а 32 она комната одна из спальн которая вообще не имеет отопления никакого вот такие знаете слишком много окон 1 2 3 4 окна а отопления нету то есть гуляет ветер вообще но зато комната светлая из-за этого получается светлая и красивая то есть у нас оказалось что был сделан так шкаф что в этой комнате он занимал всю стенку а в той комнате его не было вообще поэтому мы его разделили на две части вот этой перегородочкой и у нас теперь будет два шкафа а вот это маленькая спаленка в которой тоже нет никакого отопления а то есть верхний свет начиная с какого-то времени в 70-х годах перестали делать верхний свет в домах и это было очень неудобно то есть нужно было ставить какое-то локальное освещение а без верхнего света неприятно вот он верхний свет здесь есть просто что мы сейчас ставим вот пробили стенку и у нас тут будет небольшой шкафчик чтобы это было полноценной спальней а сейчас мы пойдем и посмотрим на третью спаленку там сейчас делают тоже шкаф вот у нас тут производится работа по созданию шкафного помещения шкаф со временем сюда поставится скользящие двери вот такая лампа оказалась на удивление не знаю где они взяли такой светильник вот но в этой комнате посюда тоже нет никакого отопления а вот это у нас living room и вот это вот сооружение это то чем обогревался весь маленький домик это такая газовая панель через которую проходит воздух из нее выходит теплый воздух и как бы предполагается что этим отоплением отапливается весь дом вот эта комната хорошая большая это самая центральная комната там камин даже оделанный мрамором кухня и небольшой дайминг ну вот такой вот весь домик небольшой а что интересно значит мы тут строим шкафчик у входа мы переделываем вот эту дверь вместо такой балконной двери со скользящими дверями делаем тут входную дверь и соответственно делаем такой небольшой шкафчик у входа чтобы можно было раздеться потому что в этом доме вообще нет шкафов кроме спальни на самом деле дом на самом деле очень странный вот сегодняшняя существующая дверь в нее заходишь и попадаешь сразу наизнанку кухни я такого еще не видела у меня это как будто бы какой-то черный вход а не нормальный вход в дом именно по этой причине мы переделываем входную дверь и делаем ее более нормальной с входом в ливень здесь еще одна дверь с выходом на пати в общем двери в этом доме немерено а здесь вот такой майс пати в котором можно вести какую-то жизнь на улице да друзья конечно перестраивать старый дом это не то что строить новый с новым домом все понятно есть чертежи и вперед по чертежам а со старым домом все гораздо сложнее тут подлатать тут подштопать кое-что заменить кое-что оставить в общем это все требует очень такого детального наблюдения так что у меня на ближайшее время есть работа вот ну будем надеяться что все сложится хорошо и мы построим все и будет все замечательно вот а сейчас еду домой я там уже потихонечку трафик начинается но я надеюсь что мне еще удастся проскочить до этого трафика вот ну что хочу сказать что не знаю уж какой у меня получился репортаж тут я все-таки небольшой специалист по части репортажей но как могла сняла думаю хоть что-то показала будем по мере продвижения еще делать съемки поэтому кому понравилось оставайтесь с нами все пока 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 пока